Вот и метелей пока нет погодных, зато есть музыкальная. Кто и как ее будет исполнять, знает Ольга Сомкина. Ей слово. Еще в прошлом году они пошли на эксперимент. Сделали свою оригинальную версию знаменитой метели Сверидова. Переложили симфоническую сюиту для духового оркестра. Эксперимент удался. В этом году оркестр МГУ вступил в спор с краевой филармонией, где традиционно в канун Старого Нового Года дают метель. Я должен сказать, что люди идут и на симфоническую версию, и на духовую. У нас уже люди пришли покупать билеты, говорят, а мы идем и туда, и туда. Такая любовь к этому произведению Григория Сверидова объяснима. Невероятно красивая мелодия, едва уловимый легкий перезвон бубенцов, романсовые интонации, бытовавшие в начале 19 века, «Истинно русская музыка». Композитор написал ее в 1973 году. Написал к одноименному фильму по повести Пушкина. Фильм забыли, а музыка стала самостоятельным произведением, вошедшим в золотую коллекцию русской музыки. В этом году оркестр МГУ будет исполнять метель с особым воодушевлением, обещает дирижер. В конце 2018-го коллектив получил новые инструменты японского производства. Это первое обновление за долгие годы. Это так воодушевило оркестр, что теперь музыканты хотят играть даже сложные произведения из симфонического репертуара Чайковского, Штрауса, Верди. Во-первых, это для развития музыкантов сами, то есть и для оркестра самого. Это большое развитие, большой интерес такую программу играть. Не просто там простые произведения сыграть. Это, конечно, сложные произведения, с которыми надо посидеть, позаниматься. Поэтому мы стараемся вот такую музыку исполнять. В этом году будет много интересных программ – симфонических, эстрадных. А пока – метель в ближайшую субботу. Ольга Сомкина, Александр Малыгин, Панорама.